МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационно-правовой выпуск де-факто продолжает эфир телеканала Беларусь-4. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Паводковая обстановка в Гомельской области осложнилась подтоплением придомовых территорий в Добруше. Водами реки Харапуть подтоплены три частных подворья по улице Пролетарской. Большая вода пришла в хозяйственные постройки и скопилась под полами жилых домов. Глубина подтопления колеблется от 10 до 25 сантиметров. На пострадавшей от зимнего паводка территории проживает 6 человек. Эвакуации населения и домашних животных на данный момент не требуется. Добружский район стал четвертым административным районом Гомельщины, в котором зафиксированы подтопления паводками и водами. Ситуация в Петриковском, Житковичском и Рогачевском районах. По уровню воды в реках Птич, в случае Друдь, сейчас стабильная. Но наблюдается снижение уровня воды. Сейчас самый высокий, по информации Мозырского межрайонного центра гидрометеорологии, уровень в реке Птич – 362 сантиметра в районе деревни Первая Слободка. В преддверии ожидания паводковых вод мы работаем здесь совместно со всеми нашими коллегами из украинской страны и отслеживаем российскую сторону. Граждане могут не волноваться. Как показывали и те паводки, которые были на территории нашей области, все службы сработали, соответствующая помощь по минимизации последствий была оказана. Накануне вечером в областном центре произошло дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта. Под колесами троллейбуса погиб пешеход, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Инцидент произошел на улице Полеская. Троллейбус двигался со стороны Кирова в направлении улицы Шевченко. 58-летний мужчина переходил улицу в непредусмотренном для этого месте слева направо по ходу движения общественного транспорта. По факту происшествия управлением Следственного комитета по Гомельской области возбуждено уголовное дело по статье 317 Уголовного кодекса нарушения ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Установлено, что водитель Куб Горэлектротранспорт примерно в 19 часов 40 минут управляя троллейбусом номер 10 по улице Полеской совершил наезд на пешехода, который в неустановленном месте переходил проезжую часть. По уголовному делу назначено проведение судебно-медицинских и автотехнических экспертиз. Планируется проведение следственного эксперимента. Такой обзор происшествий к этому часу. Я Руслан Габрилев. Благодарю вас за внимание. Эфир продолжит спортивное обозрение. До свидания и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова